Представление о профессии журналиста, как о второй древнейшей, сложилось давно. Они дают и берут. Так можно вкратце описать представление людей о пишущей и говорящей братии. Образ продажного журналиста ковался как гвоздь, который с треском вошел в народный череп, там и остается. Отчасти это справедливо. Если берет не у Кремля, значит у Газдепа. Ну или на крайний случай у чешской разведки. Что, конечно, несколько мелковато, но тоже запоминается. В то же самое время, а кто не берет? Это, так сказать, их работа. Все продается и все покупается. Тем более такая мелочь, как слова. В принципе, дело житейское. И для России обычное. Динамичное противостояние западников-прогрессистов и славянофилов-традиционалистов. Большая интеллектуальная игра. Ну, конечно, не идеологи Платона, но ставки бывают также довольно высоки. В такой скрытой и открытой полемике мы существуем уже довольно давно. Иногда споры и статьи доходят до реальных посадок. Что мы и наблюдаем сегодня. А виной тому, как ни странно, большие звезды так называемой кремлевской журналистики. Они малочисленные и слабые. Но стоят, если в деньгах, как 10 радиостанций типа Эхо Москвы. И здесь, как и во многих отраслях, мы наблюдаем неэффективное расходование средств. Что Соловьев, Прилепин и Киселев против одного Навального? Просмотры в интернете сегодня самый честный судья. А другого нет. И по этому показателю один Навальный бьет их всех. Хотя производство его программы в десятки раз меньше минуты эфирного времени любой кремлевской звезды. И вот к чему я клоню. Когда импульсивный шахматист начинает проигрывать, в ход идут кулаки. Это наша традиция. Вспомните фильм «Джентльмены удачи». Говорящая сцена. Аргументы кончились. Начались посадки. И в этом, конечно, вы можете увидеть интеллектуальное бессилие власти. Если точнее, то это слабость. Людей, которые ее обслуживают, как ни странно, именно пропагандисты виноваты в этих арестах. Они вчистую проиграли в информационном поле, и больше им ничего не остается, как винтить победителей. Дурной знак. Прежде всего для власти. Господа, ваши слуги плохо выполняют свои прямые обязанности. Мало того, что они молятся чужим богам, вкладывая свои сбережения в инославную недвижимость. Они вяло симулируют патриотический оргазм. Ваши порнозвезды стары и непривлекательны. Как говорится, сосут без души. А если у народа на них не встает, то начинаются преследования сексапильных. И народный ут от ударов по яйцам сморщился до вялого голосования, которое пришлось стимулировать немыслимыми способами. Про правительственных порнозвезд давно пора перевести в категорию экстремального секса с пожилыми. Это зрелище сильно на любителя. Широкой аудитории с таким контентом не завоюешь. Вот и приходится им мочить конкурентов. Только бизнес. И ничего личного. Субтитры создавал DimaTorzok